Прежде чем мы с вами пойдем на экскурсию, виртуальную видеоэкскурсию, даже это не видеоэкскурсия, это 3D-экскурсия, которую Британский музей вложил в открытый доступ, я хотела немножечко рассказать про сам Британский музей. Собственно, это первый из открытых для публики музеев в мире, который начинался еще в 18 веке с коллекции Ханса Слоуна, или Ганса Слоуна, я сейчас вам покажу его, который был врачом, путешественником, коллекционером, причем собирал он как исторические коллекции, так и натуралистические коллекции, и свою огромную коллекцию в 71 тысячу экспонатов. Он завещал королю Георгу II, британское правительство долго думало, что делать с этой коллекцией, но недолго на самом деле думало, и 7 июня 1753 года после смерти Ханса Слоуна, они специальным актом парламента приняли эту всю коллекцию на собственное попечение. Кстати, парламент английский очень долго потом ее пополнял за свой счет, покупал туда экспонаты. Но я вам хочу сказать, что эти 71 тысяча предметов, они не относились к Древнему Египту, от Древнего Египта там было только 160 предметов, но я хочу сказать, что учитывайте, что это 18 век, и что до похода в Наполеон еще почти полвека, и до научного изучения Египта, и до начала археологии в Египте тоже еще очень далеко, а у Ханса Слоуна уже было 160 предметов. И вот, собственно, первое расположение британского музея было, когда он открылся в 1959 году в Монтегюхаусе в Блумсбери, потом его перестроили для того, чтобы построить современное вот это прекрасное здание музея. Музей действительно огромный, я даже не знаю, в чем его сравнить, но он сравним с Лувром, с Эрмитажем, с какими-то такими огромными музеями. Впечатляющий. Я могу сказать, что я была там две недели, ходила в него как на работу примерно через день, и я не обошла все коллекции. Вот просто, чтобы вы понимали масштаб, все коллекции я не смогла обойти. В основном я посвятила тому, что имеет отношение к моей профессиональной деятельности, то есть к Ближнему Востоку, и этого тоже было очень много. Разумеется, я почти не вылазила из египетской коллекции, потому что она прекрасна и притягательна. Я покажу вам сегодня наиболее интересные, с моей точки зрения, экспонаты, но не только с моей, потому что они, в принципе, в принципе, они считаются как бы наиболее важными и для любого, наверное, специалиста, для любого египтолога. Ну вот, сейчас это как бы современный главный вход в музей. Это его внутренний холл, который меня поразил. Он считается и долгое время был самым большим крытым холлом в Европе или даже в мире. Это когда-то был внутренний дворик, который они потом накрыли вот таким стеклянным куполом. И сейчас там расположены букшопы, магазин с сувенирами даже не один, несколько кафетериев, вот это внутреннее помещение, в котором обычно еще тоже проходят дополнительные выставки. То есть там целый город в этом музее, и там можно действительно провести целый день. Это не как бы не фигура речи, туда действительно можно приходить на целый день. Я, собственно, там и проводила целый день, не выходя, собственно, за пределы этого прекрасного музея. Я там обедала, я там ужинала и выходила, выходила оттуда с закрытием музея. Ну, потому что оторваться невозможно. Я очень люблю музеи. Так что ты со мной выходила? Нет, я вела себя прилично. Если вы поставили, я бы доплатила даже. Вот, и там действительно можно провести целый день, и это действительно такое место очень притягательное и интересное. И вот я бы хотела сказать, что несмотря на то, что я там внивала и ночевала почти, я не смогла обойти все коллекции. Но египетскую я обошла, и сегодня буду вам о ней рассказывать. Ну, что еще можно о ней сказать, да? Второе большое поступление после Ханса Слоуна и его коллекции было после того, как англичане победили французов и забрали у них практически все, что французскими исследователями за 4 года, исследователями, которые пришли с наполеоновской армией в 1798 году, практически все, что они собрали, включая знаменитый розетский камень, который нашли французы, а теперь он в Британском музее, потому что победившая армия забрала себе все предметы. Ну, правда, они не забрали себе исследования, то есть интеллектуальную собственность французов они не тронули, но все предметы египетского искусства были помещены, вот, собственно, стали собственностью Британского музея. Конечно, и потом, и потом, о двух этих великих империй на тот момент, Британии и Франции, была такая конкуренция за египетские памятники, и эта конкуренция тоже очень много принесла британскому музею, в частности, вот такой товарищ перед вами, он слева, это Хенри Солт, который был британским консулом в Египте, в Каире, и он был таким заядным, фанатичным коллекционером, он собрал с общей сложности три коллекции, кстати, не все они в Британском музее, он их попродавал и другим музеям мира, вот, и он находился в жесткой конкуренции с Бернардино Дроветти, который был французским консулом в Каире, и который тоже в этой войне коллекционеров был тот еще человек, в общем, он обеспечивал Лувр, Бернардино Дроветти, Хенри Солт обеспечивал Британский музей, и вот эта битва титанов, она там, конечно, наделала бед в Египте, потому что их коллекционирование было местами просто варварским, тогда вообще считали, что главное, чтобы было красиво, как эта красота добыта, от чего она оторвана, это совершенно не важно, но при этом, вот, собственно, эти два человека формировали основы коллекции двух великих музеев мира, да, в команде у Хенри Солта был великий Бельцони, знаменитый Бельцони, который очень много всего открыл в Древнем Египте, который раскопал храмы в Абу-Симбеле, который нашел несколько гробниц, в том числе гробницу Сетя Первого, самую красивую гробницу в долине царей, его звали Большой Бельцони или Великий Бельцони, потому что он был огромного роста, но здесь он изображен даже в такой вот арабской одежде, и он был таким тоже очень заядлым как бы археологом, хотя по образованию он был инженером, и поэтому ему давали обычно сложные поручения вроде транспортировки огромных колоссальных статуй, вот сегодня я покажу вам ту статую, которую, собственно, Бельцони доставил в британский музей всеми правдами и неправдами, что казалось вообще невозможно, потому что они очень большие и тяжелые, но египтяне могли, почему же, как бы не смочь и Бельцони. Британцам. Хенри Солд британский, консул Бернардино Дроветти, французский. Страшно. Это в Египте, да, 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 и вот они там, собственно, бились за египетские древности. Ну вот такая немножко короткая история, потом, понятное дело, что уже у британского музея и у Британии вообще были свои собственные экспедиции, в том числе Оксфордского университета, где уже как бы совершенно легально памятники добывались в Египет. Но первое время, вот как бы XIX век, это, конечно, был век такой авантюрной археологии, и очень многие памятники в британском музее не имеют никакого внятного провинанса, просто потому что они куплены на черном рынке. И как это есть такая даже шутка, что не спрашивайте там у женщины сколько ей лет, а у британского музея, откуда у них эти памятники. Куплены на черном рынке за очень большие деньги, британская корона потом раздавала титулы сэров, людям, которые привозили наиболее выдающиеся памятники, как, например, Олису Баджу. Но он не только привез наиболее выдающиеся памятники, он их сам перевел, опубликовал, ему надо отдать должное, он был такой очень заядлый или кто. Ну, в общем, 19-й век, конечно, был век авантюрной археологии. Жаль, что прошел, мы сейчас бы зажгли, но и слава богу, потому что сколько памятников они привезли, столько же памятников они разрушили. Поэтому это, конечно, было кошмарно на самом деле. Я не одобряю, если что, под запись, я не одобряю такие методы. Ну вот, это такое краткое вступление, а теперь давайте уже переместимся сейчас с вами. Переместимся, ага, мне не хочется показывать, сейчас надо, наверное, закрыть. Сейчас, нет, нет, сейчас он просто мне не хочет показывать, он мне показывает другие окна. Сейчас я все позакрываю, и он мне даст возможность открыть. Нет, не дает. Еще секундочку. Наверное, надо вот так открыть. Да, есть. Ну что ж, вот мы с вами начнем нашу экскурсию с зала египетской скульптуры. Сейчас я тут займу какое-нибудь хорошее место, где крестик позволяет занять позиции. Начнем нашу экскурсию с зала египетской скульптуры. Но я просто хочу вам показать, на каком перекрестке мы с вами находимся. Просто вот посмотрите, что тут рядом. Это перекресток кусток культур. И когда я первый раз туда зашла, и, конечно, какое-то время по нему металось, понятное дело, что сердце меня звало в Египет, но я говорила, ну как же так? Там же вот такие замечательные крылатые быки, эти шеду стоят, и там вот эти знаменитые ворота, и все там, посмотрите, что там творится. Вообще, вы посмотрите, что там творится. Тут вообще-то очень известный рельеф, он оказался страшно поврежденным, на котором изображена битва Нинурты с Орлом Анзудом, который все считают битвой Мордука и Тиамат. Вот это он на самом деле. Это шумеры. Да, нет, это ассирийская коллекция, это не шумеры, это ассирийская коллекция, это их поздние, скажем так, их наследники. Но просто посмотрите, с какой точки начинается путь. Мы с вами на первом этаже, сразу из холла вход на первый этаж Британского музея, в крыле, которое посвящено египетской скульптуре. И встречают нас в этом крыле две прекрасные статуи. Это статуи Аминхотепа III, царя Нового Царства, который правил в XIV веке и был одним из самых ярких правителей вообще эпохи Нового Царства, да и вообще Древнего Египта. Здесь много памятников его эпохи, его времени и в том числе его собственных изображений. Но тут интересно их рассмотреть, вот эти два памятника, потому что они являются таким как бы идеальным образом того, что в Египте представлял собой царь. Ну, наверное, если вы интересовались египтологией, вы знаете, что царь в Египте больше, чем человек. Он на самом деле воспринимается как бог, как воплощение бога. Его человеческое тело – это лишь оболочка, в которой живет не только его дух, но и дух бога, причем там даже не одного. Он и воплощение хора, он и в перспективе Осирис, царь загробного мира. Он также включает в себя Сетха, как гневного бога-воина. И также он еще и является сыном Ра и малым солнцем, то есть еще воплощением солнца на земле. Ну, то есть это божественное существо в теле человека, то есть двуприродное существо. И поэтому царей обычно изображали в такой вот идеализованной форме. Посмотрите, он совершенно идеальное тело, идеальное лицо. Вот тоже, но эта статуя больше повереждена, чем левая. Конечно, он таким не был, он был достаточно тучным человеком, судя по его даже некоторым изображениям. Но, тем не менее, тут вот он изображен таким вот идеальным человеком. Я вам сейчас кое-что покажу интересное. Ну, во-первых, он одет в царские одежды, парадную одежду царя, в платок, полосатый платок немец, который, кстати, должен был сине-желтый быть, или, скорее, сине-золотой, в набедренную повязку шиндит он одет. У него на лбу урей, конечно же, вот эта кобра, и арет богиня, защищающая царя, истепеляющая его врагов. Но еще одну интересную деталь вам сейчас покажу, только я не знаю, какое бы место так занять, чтобы ее хорошо видеть. Вот, наверное, это. Вот посмотрите, видите, вот у него тут между ног что-то висит, видите? Это на самом деле хвост. Вот, ужасно, такие говорят, это хвост. Действительно, это хвост. Друзья мои, все цари египетские и боги мужского пола носят в обязательном порядке хвост. Вы мне скажете, почему мы его не замечали, потому что вы просто не замечали его. Он очень изящный, как все в Египте. Он не выпирает, понимаете, это не лисий хвост. Это аккуратный бычий хвост, который изначально в первой династии был даже реально бычий. То есть они действительно носили бычьи хвосты, судя по изображениям. Потом он превратился в такое уже ювелирное украшение из позолоченных бусин и лазуритовых бусин, как, например, хвосты из гробницы Фарона Тутанхамона. Но он был обязательной частью царского наряда, потому что царь, он, кроме всего прочего, в идеологии царской власти, это указано, что он, кроме всего прочего, он каанахт, что означает телец победный. И в качестве такового он обязан носить бычий хвост. Иногда они носили хвост жирафа, потому что жираф их хвосты значительно красивее, чем бычий. Но это, в общем, не мешало ему при этом жирафам не быть. Так, что мы тут еще видим? Мы здесь видим надписи его имени. Вот в такую рамочку овальную обведено два его имени. Его личное имя вот здесь, внизу вы можете посмотреть. Вот здесь, сейчас не видно из-за этого указателя. Там, собственно, написано, что он Аменхотеп. А вот этот вот второй картуш, вы видите, здесь его царское имя Небматра. И мы сейчас его еще, вот что сделаем интересное, я вам покажу, собственно, телца победного. У него на спине тут есть тоже надписи такие замечательные. Прекрасная эпиграфика. А если мы сейчас сможем найти крестик, с которого и хорошо видно, что тут по крестикам, вот. И я вам сейчас покажу, что, где написано, что он телец. Телец победный. Что не очень тут видно, да? Нет, вот видно, вот он, видите? Ну, не очень, да, я вижу, что на экране совсем зернистость пошла в зуме. Ага, вот, вот, вот. Вот, вот, видите, вот тут бык нарисован, и вот такая рука. Вот здесь, вот здесь, сразу под хором. Это его хоровое имя. Все цари 18-й династии, и не только. Многие очень носили в хоровом имени. Вот это, вот, собственно, оно начиналось, включало в себя эту приписку Канахт. Телец победный. Ну, наверное, тем, кто в онлайне видно лучше, тем, кто здесь, вот, не очень хорошо. Ну, вот, собственно, царь встречает нас собственной персоной, прекрасной до невозможности. Здесь, что интересно, вот мы сейчас увидим двух таких очень красивых львов из красного гранита, очень красивых львов, которые были установлены в Салебе, в храме в Салебе. А это территория Нубия, это колония древнего Египта, и там вот были установлены, был построен храм египетский, были установлены перед входом вот такие замечательные львы. Интересно, что на них написано, что это сам царь Аминхотеп III и есть в виде льва. То есть, таким образом, он являл там свою силу и свое божественное присутствие, потому что лев – это символ солнечного бога, и в таком смысле, это еще и символ царя, как малого солнца на земле. Такие замечательные совершенно львы, не очень типично египетские, согласитесь. Мы как-то ждем больше таких сфинксов, лежащих прямо, а вот львов, таких смотрящих в бог, как-то для Египта не совсем типично. Вот очень тоже известный памятник, мимо которого пройти просто нельзя. Это абсолютно легендарный памятник. Это царский список из Абидоса, список, по которым во многом устанавливалась хронология царей. Я вижу, что-то у нас почему-то он должен быть четче. Сейчас попробую занять другую позицию. Вот, смотрите, какая красивая. Тут же потрясающая совершенно эпиграфика, потрясающая иероглифика. Так, это 19-я династия, Андрей. Сейчас, сейчас, что-то будет. Надо подключить, у тебя не подключен. Это совершенно потрясающая иероглифика. Это 19-я династия. Храм был построен во время царя Сети I. Это второй царь 19-й династии. А достраивал его сын Рамзес II, самый великий царь в Древнем Египте. Вот без преувеличения, действительно, самый великий царь. И это храм с одними из самых красивых вообще в Египте, да нет, с самыми красивыми рельефами и росписями, причем очень хорошо сохранившимися. Вот мы были там, и вот Аня не даст соврать, это что-то невероятное. Это, знаете, как вот Сексинская капелла Египта. Невероятной красоты. И вот оттуда совершенно варварским методом был вырублен и увезен в Европу вот этот список царей. Ну, он там сейчас, его гипсовая копия висит в стене вместо этой надписи. Все остальное в храме более или менее сохранилось. Что здесь интересно, да, кроме того, что это хронология царей, правивших от древности и до 19-й династии, здесь список, из которого исключены все цари, которые считались еретическими. Как-то царицы-женщины, такие как Хачапсут, ее имени здесь нет. Отсюда же исключен был Эхнатон, как вы знаете, царь-еретик, который провел религиозную революцию в Египте и потом был навеки проклят, и его имя было предано забвению. И также исключен отсюда Тутанхамон, его сын. А такой вот разрыв удивительный здесь. Здесь идет имя Аминхотепа III, и сразу за ним идет имя преемника Тутанхамона Харимхеба, который, собственно, и восстанавливал уже предыдущие культы богов, а не культа Тона. Ну вот, в общем, такой исправленный, идеологически правильная надпись. Ну а нижний царь-картуша – это все имена Рапсеса. Да, сейчас есть вопросы, Картуша. Вопросы? А что, уже есть вопросы? Да. Так, ну давайте развернемся, чтобы… Давайте так, вы будете задать вопросы, я стану вот здесь, буду показывать вам вот это, а вы будете задавать вопросы, если они у вас есть уже, да, чтобы вы просто видели перспективу нашего движения сейчас, я не знаю. Нам далеко идти, хорошо, давайте вопросы, пожалуйста. Не-не-не, я поняла, а вы ждете термина «фараон». Я не жду, я просто спрашиваю, почему вы… Почему? Потому что с точки зрения вообще египтологической науки, корректнее этих правителей было бы называть все-таки царями, ну потому что просто так мы переводим вот это, собственно, слово, которым они называли с зрением Египте, «несу». Слово «фараон», оно, ну скажем так, оно достаточно, ну как-то… На всякий случай. Нет, 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 я думаю, что надо называть его царем, это нормально, это нормальный вариант перевода, устоявшийся. А фараон – это термин, который, ну скажем так, он более раскручен, это как бы слово, которое означает именно египетского царя, но он не совсем корректен с точки зрения египтологии. Дело в том, что он появился достаточно поздно, это греческое слово, которое передает звучание египетского слова, в ней словосочетание «пэр-аа», что означает «большой дом». Так называли царскую резиденцию. И получилась такая история, как, знаете, вот если бы мы говорили, «белый дом постановил», вот, и вот, а потом бы белый друг, название «белого дома», понятно, что мы так называем администрацию президента Соединенных Штатов, но если бы мы потом это перевели, перенесли на президента, так произошло в истории уже к Толемеевским временам. Но это как бы этот, ну как бы этот термин, он такой, как бы имеет ограниченное, скажем так, семантическое пространство, а вот царем более корректно назвать. И во всей литературе вы увидите именно такое название. Потому что другого слова нет. А дело в том, что в Египте ни одно название у царя, Нессу это совсем не единственное, их называют там очень по-разному, и поэтому вот как бы что бы не путаться. Так, ну хорошо, мы с вами входим сейчас в пространство Древнего Царства. Это было такое красивое преддверие, знаете, вот торжество царской власти и царской мощи. А теперь тут скульптуры будут расположены, и разные памятники будут расположены больше в такой исторической перспективе. И мы входим с вами вот сначала в Древнее Царство, в первую эпоху расцвета Древнего Египта, которая началась с началом третьего тысячелетия и продлилась, ну там вот до 22-го примерно века, до 23-го, скажем, до первого переходного периода. И мы здесь с вами увидим потрясающие памятники. Мы не все будем рассматривать просто потому, что их слишком много. Мы сейчас увидим памятники, относящиеся к погребальному культу. Вот тут замечательные, очень мне кажется, такие прекрасные. Сейчас, как мы с вами пойдем. Вот тут такие прекрасные есть две статуи душика. Это раскрашенные известняковые статуи из гробниц не царских, более простых людей, но достаточно знатных для того, чтобы иметь собственную гробницу, которую всегда, конечно же, даровал возможность построить царь. Но это что перед нами? Это перед нами статуя Ка, то есть душика, которая выходит из портала, который называется ложные двери. Это портал в иной мир. То есть это изображение покойного, который из своего вот этого вот загробного мира выходит, чтобы получать приношение. Обычно перед такого рода порталом располагался алтарь, на который приносили еду, букеты, возливали перед которым пиво или даже, может быть, вино. И таким образом душа Ка через эту статую получала эти приношения и, в общем, питалась этими приношениями в ином мире. Эти статуи обязательно должны были быть, с одной стороны, идеализированным изображением человека, а с другой стороны, похожим на него, чтобы душа Ка его не перепутала и не зашла в другую статую. Вот такие они совершенно замечательные, очень живые, как правило, раскрашенные, если пигмент у них сохранился. Мы сейчас увидим с вами очень красивый памятник, мой любимый, который относится тоже к этому периоду, периоду первых пяти-шести династий. Это, собственно, один из любимых моих объектов. Сейчас тоже найду место в Британском музее. Это вот эта ложная дверь из мастабы Птах-Шепсеса. Они совершенно удивительные. Их в литературе называют ложные двери, такое название, фальс-дорс. Но мне оно страшно не нравится, потому что это подразумевает, что как бы они не двери. Раз они ложные, но как бы с точки зрения технической, да, они никуда не ведут. Там нет дверного проема, который бы открывался. Но с точки зрения вот ложные, истинные, я думаю, что они абсолютно истинные двери. Потому что это, собственно, и есть вот тот самый портал в иной мир, в мир Дуат. Он так назывался в Древнем Египте. Вот этот мир богов и блаженных душ, которые там сияют, как звезды на небесах, по египетским представлениям, в котором они продолжают свое совершенное существование. И этот портал, по моим глубоким ощущениям, он продолжает работать как портал. И называть их ложными – это прям какое-то неуважение. Я, например, не могла спокойно вот тут ходить перед ним. Знаете, как сложно ходить перед алтарем, перед царскими вратами в церкви. А как-то хочется поклониться или что-то. Знаешь, мы когда пушка, мы были в Ксолье, в этом мы были в Ксолье. Звучит, как какой-то бог пульсик, который лежит в Ксолье. Да, мы были в Ксолье. Понятно, это ощущение. Прям поворачиваться. И очень интересное ощущение, что в Ксолье в Ксолье в конце есть место, куда он заходил только фарлон. Святая Святая, да. В каждом храме есть. Да, да. Ну, если вы понимаете, что там только фараон, то ему, да, и главное, что это только фараон. Да, вот. Двери совершенно потрясающие. Обратите внимание на иероглифику. Тут невероятно красивая иероглифика. Иптахшепсес – невероятно совершенно человек. Он жил при шести фараонах. Родился он при Менкаурае, потом жил при царствовании еще шести фараонов после Менкаурае. Фараон четвертой династии и при фараонах пятой династии жил. И был очень таким высокопоставленным человеком. Был даже женат на царской дочери. И поэтому, конечно, двери у него ложные, шикарные. Кроме всего прочего, они покрашены в красный цвет. И это, ну, по мнению специалистов британского музея, как они написали на этикетке, что это имитация древесины кедра, ливанского кедра. Но по моему абсолютно глубокому убеждению и мнению еще некоторых египтологов, с которыми я поделилась своей идеей, что это, конечно же, имитация гранита. Потому что красный гранит был исключительно царским камнем, добывался только царскими экспедициями, потому что только царь мог послать такую экспедицию, которая сможет добыть из Асуана гранит. Это очень сложный процесс. И поэтому, если какой-то гранитный памятник вы видите, он, как правило, либо царский, либо, если он принадлежит царскому лицу, частному лицу, то это значит, что это был царский подарок. Просто другими способами кусок гранита в Египте заполучить невозможно. Его может подарить только царская царь, привезя в своей царской экспедиции. Поэтому вот этот вот красный цвет его ложных дверей, которые не гранитные, а известняка, это как бы имитация вот такой царской почести. Вот сейчас мы некоторое время отвернемся от этого портала. Вот тут рядом стоит саркофаг красный, из красного гранита, который тоже не принадлежал царю, принадлежал неизвестно какому-то жрецу, к сожалению, имя не сохранилось. И совершенно очевидно, почему он вообще тут стоит, потому что есть же другие саркофаги, тоже в запасниках Британского музея. Он стоит здесь как знак того, что этот саркофаг мог подарить только царь. Это значит, этот человек был очень приближен ко двору. И вот мне кажется, что именно имитацией гранита является этот красный цвет. Но обратите внимание на цвет иероглифов. Иероглифы здесь затерты сине-зеленой краской. И это тоже такой цвет, цвет вечной жизни, потому что они считали этот цвет цветом воскресения, воскрешения, потому что это цвет растительности и воды одновременно, такой сине-зеленый. Этим же цветом затерты тексты пирамид. Такие же точно вырезаны иероглифы в текстах пирамид шестой династии, пятой, конца пятой, начала шестой династии. И этим цветом мы потом увидим написанные формулы заклинаний на саркофаг. Ну что, я хотела рассказать немножко об этом человеке, еще кое-какие подробности. Вот тут есть такой очень известный момент, мы сейчас его приближим, его можно будет нам прочитать. Вот здесь, прямо в кадре перед вами тут надпись, очень интересная. Здесь вообще написана его биография, все, что он в жизни своей важного содеял, как он женился, при дворе какого царя он воспитывался, при ком он родился. И тут написано, что царь, его величество, даровал ему величайшую милость. Он позволил ему, дал его величество, поцеловать ногу его. Не дал его величество, дальше продолжается. Целовать землю. Потому что, в принципе, все остальные придворные, приходя к царскому трону, они должны были упасть на живот свой и целовать землю, если царская милость на то есть, перед его стопами. А вот тут царь, в виде величайшего такого благодеяния своему придворному, позволил, видите, ногу поцеловать его. И об этом было написано на его гробнице, на его вот этом ложном портале, чтобы было понятно, кто отсюда выходит, и кто здесь вообще находится. Удивительная совершенно память, его достаточно большой. И это вот еще архитрав, тоже из его гробницы, с потрясающей красивой иероглификой. Вот я просто от него не могла отойти, я стояла, смотрела на эти иероглифы. И, конечно же, была уверена, что эти двери никакие не ложные, а очень даже настоящие. И все они делают, что должны, они работают. Просто надо к этому серьезно относиться. Ну вот, собственно, это зал Древнего Царства уже заканчивается, и начинается совсем небольшой промежуток, относящийся к Среднему Царству. После страшного катаклизма, который они называли временем болезни, а мы называем первым переходным периодом, когда царская власть была свергнута, произошел переворот, она вообще развалилась в государстве. В государстве началась анархия, государство египетское единое на тот момент распалось на 42 нома. Они такого не знали, они даже не знали, что такое может быть, потому что у них было почти 600 лет, ну 500 чистых лет абсолютного процветания. Они построили пирамиды, они создали архитектуру каменную, они создали письменность, они создали прекрасное искусство. А тут вдруг такой развал, время анархии, которое они очень долго преодолевали, все это еще усложнялось очень тяжелым кризисом природным, потому что у них была очень долгая засуха, она продолжалась почти 150 лет, низких разливов днила. И когда они преодолели это, они объявили эру нового рождения, повторение рождения. И вот цари, которые снова собирали Египет и снова после периода вот этой вот засухи восстанавливали Египет, это вот конкретно перед вами царь 12-й династии Синусер III. Здесь три его портрета в разной степени поврежденности, но вы видите, что они все портретны. Вот именно в период 12-й династии царь начинает обретать очень индивидуальные черты. Вы можете посмотреть на Синусерта, увидеть, что Синусерта, даже как бы его лицо не было разбито, узнать можно всегда. Да, у него такие мешочки под глазами, очень характерная линия губ, очень характерные скулы. То есть он здесь изображен таким человеком, повидавшим многое. И ни его возраст, ни его усталость, скажем так, не скрыто. И при этом он еще изображен таким образом, что он узнаваем. То есть царь, он начинает становиться понемножку человеком, хотя доктрина царской власти не изменилась, он все еще бог, но мы видим, что вот это вот черты человека в нем тоже начинают проявляться. Он не только идеальное существо, которое, кстати, посетители, приходящие на аудиенцию к царю древнего царства, они же его не видели. Он был закрыт ширмой, и к нему ходил только его визирь Чати за эту ширму в одеждах жреца, как в иной мир, и передавал, в общем, что говорят просители. Хотя просители могли слышать его голос, но убедить его не могли. То есть эта милость убедить царя даровалась немногим. Вот царя среднего царства, такого как Синусерта, например, Третьего, уже можно было лицезреть, придя к нему на аудиенцию. Мы это знаем из литературных текстов, он уже не был скрыт ширмой. Ну и вот у него появляются такие замечательные портретные черты. Я вообще очень люблю Синусерта Третьего, у него всегда удивительные портреты. Самый лучший портрет, конечно, в музее в Уксоре, тоже от которого отойти совершенно невозможно. Но вот достаточно мало здесь от древнего царства предметов, и мы с вами переходим, от среднего, простите, и мы переходим, тут уже начинается огромный фрагмент того, что относится к новому царству. И первого, кого мы здесь встречаем, это вот, конечно же, царь Солнца, Аминхотеп Третий. Его же статую мы встречали при входе. Видите, голова его колоссальной статуи из красного гранита, очень красиво обработанной. И здесь мы видим царя в двойной короне, в двойной короне Пасхемти, или как ее называли греки Пшент. Эта двойная корона появилась еще в самом начале истории Египта, потому что она, собственно, и символизирует собой объединение двух земель. Египетская история началась с того, что цари нулевой династии начали объединение двух земель, земли Верхнего Египта и земли Нижнего Египта, то есть Дельты, в единое царство. И Египет всю историю свою, которую вот он существовал, он мыслил себя как такого рода единую страну. Один из титулов царя – это Нептауи, то есть владыка двух земель, причем очень стойкий термин. И одно из названий Египта – это, собственно, Тауи, то есть две земли. То есть они всегда мыслили себя как некую единую державу, состоящую из двух земель. И как только у них случался распад, что-то происходило с царской властью, у них всегда случался период какой-то жуткой анархии, упадка, ну как, например, первый переходный период, потом второй переходный период. И поэтому для них царская власть и символ вообще царя, объединяющего земли, был очень важным, потому что он гарантировал и процветание Египта таким образом, и вообще наличие нормальной жизни в Египте. Потому что когда у них случаются переходные периоды, это всегда связано с распадом государства, у нас даже документов толком-то нет от этого периода, что там происходило, мы даже не знаем, просто потому что от смутного времени почти ничего не остается. И вот здесь вот как бы это как раз двойная корона, корона Нижнего Египта, красная корона и корона Верхнего Египта, белая, объединены в двойную корону, которую вы чаще всего видите на головах фараонов. Но этой статуе, вы видите, не повезло, от нее вот в данном случае сохранилась рука, прекрасная такая, и голова, и очень интересно наблюдать, сюда обычно приводят школьников, малышей, совсем даже начальную школу, они тут садятся прямо попами на пол, у британцев считается, что это нормально сидеть попой на полу каменным, и рисуют в своих блокнотах вот голову Аминхотепа III. Но я хочу еще чуть-чуть рассказать про Аминхотепа III, потому что царем он был совершенно замечательным, его в литературе с легкой руки французов называют «Царь солнца», давайте мы сейчас какой-нибудь ракурс, может быть, найдем вот здесь, может, тут интереснее он будет. Его называют «Царь солнца» по аналогии с Людовиком, царем, королем солнца французским, французы очень любят находить какие-то аналогии у себя. Но действительно, при его правлении, это середина XIV века до н.э., Египет достиг максимального расцвета, это максимальный расцвет во всех смыслах, экономическом, политическом, влиянии на международное арене, в плане искусства, искусство этого периода очень яркое, очень пышное, как всегда, в период расцвета. В плане архитектуры во время Аминхотепа III очень много строится, и очень много дошло до нас того, что строилось в этот период. Ну, как же не назвать его царем солнца, тем более у него такое круглое лицо, очень такое характерное, округлое, с такими немножечко восточными глазами. Хочу рассказать такую маленькую историю про его правление. Во время его правления Египет является наиболее мощной страной на политической вообще арене, и политическое его влияние, ну, это был пиквен, наверное, его политического влияния. В этот момент цари Вавилона, другой большой державы, находящийся в некотором упадке, потому что он под властью коситских царей, в частности, Кадашман Энлиль, такой царист, коситский царь вавилонский, активно переписывался с двором Аминхотепа III, в частности, с царем, на Акадском, потому что Акадская клинопись была как раз языком международного общения в этот период, и постоянно писал он письма брату своему царю египетскому с просьбой прислать ему золото, потому что вот я строил храм Богу моему и очень много потратил, пришли золото, ты почему-то в прошлый раз пришлал мало, судя по всему, золото ему посылали, а потом он обгналел совсем, и второе письмо написал, что слышал я, что египтянки, самые красивые женщины на земле, так пришли мне, а у тебя много дочерей, пришли мне одну из дочерей своих, станет она царицей, на что ему ответили, что не было никогда такого, чтобы дочь египетского царя вышла замуж за иноземца, но вавилонский царь не унимался и написал следующее письмо, ладно, не хочешь ты отдавать мне свою дочь, отдай мне какую-нибудь из твоих предбогных дам, говорят, что они так красивы, что никто не скажет мне, что не царевна она, то есть он бы ее там выдал замечательно за египетскую царевну, и в общем себя авторитет это поднял, на что ему отправили второе письмо, что не было еще такого, чтобы дочь египетской земли вышла замуж за иноземца, но царь вавилонский, он, знаете, клянчить умел, поэтому он сказал, ладно, не хочешь давать женщин, не давай, говорят, у тебя в реке есть такая корова, которая топит суда, это он намекал на бегемота, так пришли ты мне хотя бы его для моей камеры декори, вот бегемота ему послали, это по поводу того, какого величия тогда достигал древний Египет, что как бы вот варварам женщин не отправляли, причем, при том, что египетские цари охотно брали в качестве одной из своих жен принцесс других земель в качестве дипломатических таких браковый союз, но никогда не отдавали своих дочерей, потому что варвары вокруг живут, а Египет это была страна высокой культуры на тот момент, вне всякого сомнения, и ничто бы не омрачало царствие царя Аминхотеба III, это действительно был расцвет во всех смыслах, кроме одной проблемы, эпидемии чумы, страшные эпидемии чумы сотрясают Египет, но они не только в его царство сотрясали, но тогда, наверное, особенно страшные были. Чумой в Египте управляет вот эта дама, сейчас попробуем найти точку, это богиня-левица Сехмет или Сахмет с телом женщины прекрасной и с головой левицы, на голове она, как правило, носит солнечный диск, потому что она олицетворяет гневное око солнечного бога. То есть солнце – это что-то такое, что дает жизнь, что нас греет, что дает всему расти, но если прогневать солнечного бога, если его око нальется кровью от гнева, то оно превращается в нее, в богиню Сехмет, вот богиню-левицу, и именно во время Аминхотепа III было сделано из камня, причем очень сложного для обработки, гранита, кварцита, были сделаны вот такие статуи по количеству дней года, на каждый день одна сидящая, другая стоящая, и поставлены в храме, в том числе в храме богини Муд, такие большие дворы были, обрамленные этими статуями, и каждый день перед парой этих статуй, одной сидящей, другой стоящей, служили службой, их окуривали Ладаном, мирой, приносили им благовоние, и просили у милостивица, эту гневную богиню Сехмет, которая насылает чуму, эпидемии, и вообще она, в общем, богиня гнева, и поэтому во время эпидемии делали огромное количество этих статуй, эти статуи есть почти в любом египетском собрании мира, потому что действительно очень много, какое-то количество статуй до сих пор стоит в Египте под открытым небом, вот здесь есть совсем прекрасное, очень хорошо сохранившееся Сехмет, посмотрите, давайте мы немножко приблизим, я покажу вам, какая у нее моделировка лица, посмотрите, как потрясающе сделан парик, такое прекрасное широкое ожерелье у всех на ней, ну, в общем, все прекрасно, и солнечный диск с уреем, просто отбилась часть урея, на голове. Вот такая гневная богиня Сехмет, между прочим, ее имя означает могучее, потому что оно однокоренное со словом Сехем, сила, вот она такая, на троне сидит и держит в руках свои символы жизни Анг, видите, в руках ее жизнь, держит в руках своих. Лев, это одновременно и царское животное, и животное, связанное с солнечным культом, и, ну, символ могущества, кого вы знаете более могучего, чем лев на Востоке, кто еще может признать, разве что тур, дикий тур, ну, это вот царь, царь, поэтому он и телец победный, это не домашний бычок, это дикий тур, на самом деле, потому что это символ могущества, да, но сейчас, смотрите, мы пройдем какой-то момент очень быстро, а потом немножко вернемся, я хочу сразу приступить, вот этой статуи, которая меня, честно говоря, поразила абсолютно в самое сердце, она невероятно прекрасна, посмотрите, какая женщина, это просто сама женственность, вот как она есть, тут, к сожалению, еще на этой съемке, ну, скульптуру надо смотреть в 3D, ее надо обходить, только тогда она раскрывается вся, ее нельзя смотреть в 2D, тут вот не самый лучший ракурс для съемки ее, она невероятная красавица, ну, наверное, вы что-то видите, какая она красавица, сейчас тут где-то был вот такой вот крестик, может, если мы в него встанем, потому что я там нашла такой ракурс, сейчас, секундочку, ну, она и со всех сторон красивая, понимаете, кто это такая? это тоже во времена Аминхотепа III, это была часть такой целой скульптурной группы, с ним самим, с Аминхотепом III, это богиня Хадхор, это богиня радости, любви, красоты, золотая богиня, ее главный, ее эпитет золотая, она владычица золота, еще она владычица бирюзы и лазурита, то есть драгоценных камней, вот владычица бирюзы и золотая богиня, это самые распространенные ее эпитеты, но это какой-то аналог, я не знаю, греческой Афродиты, прекрасная богиня, которая золотая, которая невероятной красоты, которая дарит любой в радость, она покровительница искусств, музыки, танца, и вот, как ни странно, при всем при этой своей красоте, она же, вот эта дама, которую мы видели только что, думаете, чего я тут так проскочила резко, да, это она же, как ни странно, да, вот казалось бы, что у них общего, ну, тело, видите, прекрасной женщины, дело в том, что Хадхор, это тоже солнечное око, она дочь Ра, и она его солнечное око, и вот, когда солнечное око Ра, когда Ра, бог солнца, он добр к нам, когда мы его сэхотеп, то есть, ум милости вели, то его око проявляет себя как любовь, как золото, как все прекрасное, то есть, оно дает нам жизнь, дает все прекрасное, но если оно прогневается, то оно превращается в сихмет, то есть, Хадхор и сихмет, это одно и то же существо, но в своем состоянии умиротворения и в состоянии гнева, вот если женщину прогневать, она превращается в гневную львицу, которая мечет молнией, насылает чуму, войну на все ваши дома, вот, что потом делать, мужчины, что потом делать, потому что она на самом деле вот кто, помните, мы смотрели, она вот кто, она прекрасная женщина, сама женственность, сама нежность, сама любовь, сама страсть, что потом делать, потом ее надо умиротворять, чем умиротворять, этим обычно занимается царь, или главный жрец, он приходит к ней с благовониями, воскуряет перед ней благовония, приходят аромантические масла, Андрею надо конспектировать, приносит аромантические масла, звенит перед ней систром, играет ей музыку, и она постепенно умиротворяясь, возвращается в состояние хат-хор, и жизнь на земле снова, что продолжается, в этом, я думаю, что огромная мудрость, так вот же, знаете, что женщина в гневе страшна, но отходчива, главное знать, какие благовония, она не перепутает, вот, совершенно замечательная статуя, хат-хор, ну вот этот ракурс, мне кажется, наиболее у нее выигрыш, она действительно красотка, к сожалению, тут многие, ой, фрагменты, простите, куда я уже летела, я куда-то проскочила, многие фрагменты от нее утрачены, давайте вернемся сюда, многие фрагменты, к сожалению, от нее утрачены, были у нее, была еще корона на голове, это только подставка, такой амодиус, но все равно она очень красива, очень красива, вот здесь мы видим царицу, начала 18-й династии, нового царства, это Яхмис Меритамон, в хат-хорическом парике, вот такой парик, это как раз ассоциирует царицу с хат-хор, называется хат-хорический парик, с такими большими бутлями, вот, и здесь мы с вами как раз пришли к визитке Британского музея, его визитной карточке, его самому главному экспонату, это он, это он, это что, кто мне скажет, кто молодец, Розетский камень, совершенно верно, вот, я даже такая работа, нет, нет, он достаточно большой, я бы его не могла оттуда забрать, к тому же он в витрине, Розетский камень, который был, вот в общем, отнят в 1803 году у французов, который был найден при строительстве форта в 1799 году французскими войсками возле маленького селения Розетта и он моментально был опознан вот этим Пьером Бушаром, лейтенантом, который, к счастью, умел читать по-древнегречески, он прочел греческую надпись, которая сказана, что этот текст записан, был приказан записать и греческим, и на меду Нечер, то есть на древнеегипетском, он очень быстро понял, что это ключ к расшифровке египетских иероглифов, вы видите, здесь три раза написан один и тот же текст, сначала он написан египетскими иероглифами, потом он написан египетским дематическим письмом, которое появилось уже в эпоху Птолемеев в 4 веке до нашей эры, и потом он написан на древнегреческом, один и тот же текст, на языке, который к тому моменту уже хорошо знали, древнегреческий, и на языке, который пытались расшифровать. И совершенно сразу же они поняли, что это ключ к дешифровке иероглифов, который даст возможность расшифровать давно забытую письменность, и вы уже не знали, даже в каком направлении ее нужно читать, не то, что как она звучала. Но странным образом, несмотря на наличие такого ключа, билинговый такой, целых 22 года никто не мог сделать серьезного прорыва в расшифровке иероглифов, кроме дешифровки имен птолемеевских царей и цариц, которые на самом деле легко было очень дешифровать, потому что мы знали и греческие аналоги, и они были записаны алфавитными знаками. А вот пока Жан-Франсуа Шампальон не вырос и не дешифровал иероглифику, несмотря на наличие такого прекрасного документа, подвижек серьезных сделано так и не было, несмотря на все старания Томаса Юнга, он же Янг, которым так гордятся британцы, но все-таки он смог дешифровать убедительно только тоже птолемеевские имена, больше ничего. Ну вот, в общем, визитка... Да-да-да, да. Что? Нет, это гранодиорит. Другой камень, гранодиорит, он менее зернистый, насколько я понимаю. Вот, ну такое, видите, она вот иногда описывают как плиту, говорят, что это плита гранодиоритовая, но она никакая не плита, вот ее правильное название это камень, если посмотреть ее с другой стороны. Она должна была быть как стелла, но она такая вот достаточно широкая, толстая для стелла. Ну хорошо, вот он, розетский камень, как раз, видите, выход в пол, сувенирную лавку, где все про этот розетский камень, блокнотики, календарики, брелочки и так далее. Мы с вами продолжаем двигаться по залам нового царства, обычно они самые обширные в любом египетском собрании, потому что больше всего от него осталось, и вот очень интересный памятник, который обычно все проходят, потому что он как бы так не сильно, не сильно, сохранившийся, очень побитый, но он невероятно интересный, посмотрите, насколько я помню, да, это кажется тоже гранодиорит, я не точно, да, 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 это тоже гранодиорит. Это вот такой вот замечательный совершенно памятник, вот если встать, наверное, здесь мы увидим, какое тут красивое лицо, хатхор на носу, видите, вот она же, это та же хатхор, прекрасная в своем хатхорическом парике с коровьими ушками, потому что она же еще и небесная корова, и поэтому она часто изображается прекрасной женщиной с коровьими ушками, либо в виде коровы вообще, и она часто поэтому носит корону в виде коровьих рогов на голове, потому что это одна из ее ипостасей, вот львица и корова, кому же еще и змея, потому что урей царский, это тоже она, это уже ее ипостась. Так вот, этот памятник посвящен матери Аминхотепа III, вот того царя солнца, которого мы сегодня встречали, он нас приветствовал на уходе, потом его колоссальная голова нас приветствовала, у него была выдающаяся мать, которая оказывала очень большое влияние на его правление, особенно в первую половину его правления, он очень часто изображается именно с ней, она стоит за его троном, и женщина была, видимо, очень влиятельная. Здесь была ее статуя, но посмотрите, что интересно, конечно, ничего не осталось, только ноги остались, но это так называемый ребус, это скульптура ребус, которых так много в египетском искусстве, вообще египетское искусство, оно очень ребусное, там его надо не просто смотреть, его надо читать, оно состоит из знаков, из символов, и может быть прочтено, как текст. И вот это вот яркий пример того, что такое, есть египетское письмо. мать Аминхотепа III зовут Мут-Эм-Уия, или Мут-Эмуя, если читать немножко по-другому, что означает Мут в ладье, священное ладье. И вот здесь, посмотрите, мы видим ладью, здесь была статуя Мут-Эм-Уия, здесь была статуя Мут-Эмуя, ее изображение обнимает царица, обнимает богиня Мут, собственно, в честь которой она названа, в виде коршуна, и все это происходит в ладье, то есть все это изображение читается как Мут в ладье, то есть Мут-Эм-Уия, Мут-Эмуя, ее имя, зашифрованное просто в скульптуре. И такого в египетском искусстве вы найдете очень много, очень часто это встречается, Ребус, но здесь она прям прекрасно так представлена. Так, что мы дальше с вами посмотрим? А дальше начинается прекрасная и роскошная, тут омарной почти совсем ничего нет, но вот есть такая замечательная эпоха омарной в виде вот этой вот статуи, прекрасная совершенно статуя, невероятной красоты, из белого камня, вот такого, посмотрите, какая работа, посмотрите, какие лица, посмотрите, какие парики, как сделаны складки одежды, это как раз конец 18-й династии, когда входят в моду вот эти вот плессированные одежды из льна, невероятной красоты, они полупрозрачные, и даже их полупрозрачность умудряются показать в скульптуре, очень красивая статуя, посмотрите, какой парик у нее, у нее тут даже вырезаны на голове, уже не увеличивается, на голове вот тут целые цветы, венок цветов, и у него какой парик, а эта статуя, когда ее нашли, даже не знали, кому она принадлежит, потому что имени на ней нет, это, вы видите, супружеская черта, они очень трогательно держатся за руки, а потом фрагменты вот этих рук разрушенных были найдены в гробнице Харимхеба, его гробнице в Саккаре, и таким образом установили, что это статуя Харимхеба, который был военачальником при фарамоне Тутанхамоне и его жены, вот они вот так вместе изображены, очень красивая статуя, здесь он изображен, конечно, идеализированно, скорее всего, но интересно, что это статуя, которая была, изображает его как высокопоставленного человека, но потом он стал царем, после правления фараона Тутанхамона, который умер очень рано, в 19-летнем возрасте, правил его визирь Эйя несколько лет, буквально там три года, и после этого власть перешла к его генералу Харимхебу, и он стал фараоном, и он забросил свою гробницу в Саккаре, для которой была сделана эта статуя, и стал строить себе гробницу в долине царей, в которой упокоился в конце концов, и вот это его статуя до царского периода, потому что, когда он был царем, он изображался уже совершенно иначе, таким мощным человеком, с очень выдающимся носом, таким толстым мясистым, вот, а здесь вот он такой еще молодой, юный, еще не царь, даже, наверное, не мечтающий стать царем, человек, очень красивая статуя, от нее тоже невозможно совершенно отойти, и дальше мы с вами, заканчивается трагически 18-я династия, вот ее, один из последних законных, можно сказать, легитимных, нормальных правителей, это тот самый, тот он Хамон, это он, это он, но тут очень плохо, я уже пыталась рассмотреть ее, ее плохо очень рассмотреть, хотя статуя невероятно красивая, ну, как и все, что относится к искусству, омарный, оно очень утонченное, очень, очень какое-то такое чувственное, и очень-очень красивое, это тот он Хамон, если вы видели когда-нибудь его изображение, вы можете даже узнать, эти губы, эти скулы, он очень такой узнаваемый, очень сильно разбитая статуя, она очень красивая, вот, к сожалению, эта 18-я династия на линии Тутанхамона прервалась, потому что ни у Эйя, ни у Харимхеба не было потомков мужского пола, которые могли бы продолжить его род, и к власти пришла не менее блистательная 19-я династия, вот ее царь, которого мы, наверное, знаем лучше всего, это тот самый великий Рамзес II, который без преувеличения великий, великий во всех смыслах, он был великий воин, он после реформы Эхнатона, при которой были потеряны все зарубежные земли Египта, все египетское влияние на политической арене, вот именно 19-я династия, его отец Сети I и сам Рамзес II, они восстанавливали вот это влияние на политической арене, они очень много сражались, очень много воевали, прежде всего с огромной империей хеттов, мощным государством того времени, которое держало в страхе весь Ближний Восток, и Рамзес II был совершенно исключительным воином, полководцем, правил очень долго, 66 лет на троне, имел только 8 официальных жен и 50 еще женщин царского дома, имел от них больше 100 детей, но любил всю жизнь только одну женщину, Нефертари, любил одну, так бывает, так бывает, когда у тебя 50 жен, но ты любишь только одну, и он любил только Нефертари, которая была, конечно же, невероятная красавица, и он ее уже так любил, так любил, он построил ей один из самых красивых храмов в Египте, она еще успела увидеть его, уже будучи больной, увидеть этот храм в Абусимбеле, малый храм в Абусимбеле построен в ее честь, а потом, когда она умерла, достаточно молодой, он построил ей самую прекрасную гробницу в Египте, по-моему, это самое прекрасное, что вы можете увидеть вообще в Египте, это, конечно, гробница Нефертари в долине цариц на западном берегу от Луксора. Это невероятная красота, просто посмотрите в интернете, и вы все поймете, есть прекрасная 3D-модель ее, автор которой сейчас у нас тут присутствует на нашей лекции, за что ему огромное спасибо и поклон. Вот, вот ее любил, и, наверное, было за что, потому что она носила один из титулов, которые она носила, и никто таких титулов больше не носил, та, ради которой всходит солнце. Вот, чтобы вы понимали, как может любить царь, у которого 50 джон. Но ему, он был обязан произвести потомство, и он таки произвел, и он таки произвел, потому что вот, сейчас вам покажу мой любимый памятник после вот этой вот ложной двери в Тахше Псеса, вот это мой любимый памятник. Что значит должен был произвести? Произвести потомство. А то он не произвел. Ну, он вот производил, чтобы оставить, чтобы оставить... Не, не, вот вы знаете, очень плохо, все равно 19-я династия прервалась. Да. Как у него было, просто перед ним заморение назад. Да, 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 когда прервалась династия. он старался, они старались как могли. Андрей, я понимаю, что тебе сложно совладать с одним, но он им не занимался лично. Ему приносили, он говорит, какая прелесть, и больше их в ближайшие три года не видел, пока он не начнет говорить. Давайте я познакомлю вас с одним из его выдающихся сыновей, который, к сожалению, умер достаточно молодым и не унаследовал царский престол. Но я вам скажу, что при Рамсейсе унаследовать престол было очень сложно, потому что он пережил 13 своих 13 своих наследников. 13, то есть он назначил одного наследника, он умер, а второго, потом этот умер. В конце концов, унаследовал царство человек, который вообще не собирался быть царем. 13-й сын по имени Мерни Птах, он собирался быть жрецом Птаха Мемфисе, имеет тоже очень большое влияние в государстве. Пришлось становиться срочно царем, да еще и на старости лет, потому что в то момент было уже ого-го сколько для египтянина. Потому что Рамсейс правил 66 лет, умер около 90, ну что вы хотите. Но я люблю вот этого товарища. Это его сын Хаэмуасет. Почему я его люблю? Ну, во-первых, он красавчик, посмотрите какой. Кстати, очень похож на отца. Все его дети похожи на отца, ну, либо так изображались. Лицо, конечно, очень такое, рамсеское, нос очень рамсеские, и скулы, и глаза, и все очень рамсеское. Парик потрясающий, такой архаический, древнего царства. Почему я так люблю Хаэмуасет? Потому что он был первым в истории человечества египтологом. Причем это никакая не натяжка. Он действительно был очень образованным человеком, вошедшим в легенды. И уже в Толемеевское время, то есть спустя тысячу лет, о нем сочиняли сказки, выводя его в виде сатни Хаэмуаса, в виде великого жреца, мудреца, знатока, ученого, мага. То есть был очень образованным человеком, который был помешан на древности. Он очень любил Сакару, Моэмфисский некрополь, исследовал там гробницы, восстанавливал их, реставрировал, восстанавливал надписи, осыпавшиеся на гробницах поврежденные. И говорят, что такие восстановления, что вообще невозможно отличить. Хотя прошло к тому моменту, это уже была древность для египтян, что древнее царство в эпоху нового царства, оно уже было больше тысячи лет назад. Это уже глубокая древность для них. И вот он был первым исследователем египетских древностей. Очень образованным человеком. Ну, тут как-то по лицу видно, что интеллигент, понимаете? Что явно не военачальник. Да, да. Ну, потому что я уже там с ним так фотографировалась, так фотографировалась. Но вообще удивительная статуя. Она сделана из очень сложного камня. Видите, тут в камню пошли включения. Но все равно они довели работу до конца. Он по моде девятнадцатой династии изображен с такими штандартами городов. Ну, вообще удивительная работа. Лицо у него совершенно удивительно сказочное. Ну, а вот можно сравнить как бы такую приемственность фамильную. Вот его папа Рамсес II. Это одна из четырех статуи, которые были в его храме в Пер-Рамсесе, новой столице, которую он приказал построить. Ну, вы же видите, что наследственные черты на лицо. Это тоже Рамсес. Здесь он не так выразителен, его сидящая статуя. Вот этот, конечно, это очень известная статуя. Вот именно эту статую транспортировал из храма, который находится на западном берегу от Луксора, из Рамесеума. Ее транспортировал Бельцони. Генри Солту рассказали, что там лежит невероятной красоты статуя, поломанная пополам. Нижняя половина навсегда так и осталась. Невероятной красоты статуя, которую называли, поскольку тогда еще не знали, еще не исследовали, ее еще издавна называли молодой Мемнон. Согласно греческой легенде, вот эти огромные колоссы, которые на самом деле колоссы Аминхотепа третьего, колоссы Мемнона на западном берегу Луксора, они принадлежали некому египетскому царю Мемнону, так считали греки, поэтому все приписывали Мемнону. Гробницу, когда открыли Рамсеса V и VI, ее тоже приписали Мемнону, ну и такое прекрасное изображение тоже приписали Мемнону и называли молодой Мемнон. И вот этого молодого Мемнона, они чудом Бельцоне со своим техническим гением смог вытащить оттуда из полей, через поля перепаханные, залитые водой, отправить в Александрию и оттуда уже вместе с другими экспонатами она была отправлена в Британский музей. Ее ждало очень долгое путешествие, очень сложно. Но она совершенно великолепна, считается одной из визиток коллекции Британского музея, одним из самых ценных, самых мощных экспонатов. Посмотрите, она действительно прекрасна со всех сторон, со всех сторон выдающаяся, со всех сторон прекрасная. Так, сколько у нас времени, кстати? Уже шесть. Уже шесть. Костя еще с нами? Костя? Дальше я хотела обязательно вам показать вот этот предмет. вот этот замечательный перемен. Но тут перед вами чудесный такой сфинкс в виде с головой барана, фарона Тахарки, если я не ошибаюсь. Этот сфинкс изображает бога Амона, потому что именно Амон изображался с головой барана. Мы вообще к вами приближаемся к очень важному памятнику. Но я хотела показать вам вот этот саркофаг. Это саркофаг последнего египетского царя. Вот плохо видно, к сожалению, может надо с другой стороны зайти. Давайте попробуем обойти его. Я пока расскажу. Это саркофаг последнего египетского царя, которого звали Нектанеб. Он был последним царем египтянином перед персидским завоеванием. Нет, к сожалению, тут тоже не видно. Игра на Диоритово, если не ошибаюсь, тоже саркофаг. Что с ним интересно? На нем изображен очень важный текст. Вот здесь изображение. Это тексты, которые помещались на стенах исключительно царских гробниц. Текст под названием Амдуат, о том, что в Дуате, который рассказывает о особенной судьбе царя в загробном мире. Про судьбу человека в загробном мире мы с вами узнаем на втором этаже, где увидим папирусы книги мертвых, разные изображения, погребального культа, и в том числе увидим множество саркофагов и мумий. Но царская судьба всегда была особенной, потому что царь это бог, и царь это божественное существо, и после смерти он не может отправиться туда же и получить ту же самую судьбу, которую получает обычный человек. при жизни он был богом и был обязан хранить закон на земле, вот эту самую маат, эту правду и истину, этот закон и гармонию устанавливать. И после смерти он продолжит это свое служение. И здесь рассказано именно о том, как путешествует солнечная ладья, ладья бога солнца, когда она заходит за западный горизонт, когда солнце садится на западе, оно отправляется свой путь в ночному небу, по ночному небу до ата, то есть загробного мира. И здесь солнечная ладья каждую ночь, вот она собственно плывет, эта солнечная ладья, она встречается со своим антагонистом, со змеем окопом, который пытается такое олицетворение хаоса, вот этого предвечного хаоса, который был до творения мира. И этот змея поп, он пытается пожрать солнечную ладью, тем самым, чтобы наступил конец света, окончательный и бесповоротный. И царь, он должен на самом деле присоединиться к этой борьбе, он не должен там упокоиться где-то в раю, в каких-нибудь зеленых полях тростника, полях и ару, а он должен как раз присоединиться к борьбе, стать свитой солнечного бога и вступить в эту битву хаоса с порядком, хаоса с космосом. И вот об этом повествует этот текст, это фрагмент текстом Дуат, который был тайным, сокровенным текстом и писался только исключительно в гробницах царей, за очень большими, очень особенными исключениями, потому что только царь может знать божественные тайны, только царь может знать, что происходит в мире с солнцем, когда оно заходит за западный горизонт. Что еще интересно, видите, здесь дырочки такие, у этого саркофага очень интересная судьба, вначале он был, содержал в себе мумию, еще, наверное, некоторый внутренний саркофаг, антропоморфный, мумию царя, потом в мусульманское время его сделали бассейном для омовения в мечети Александрии. И эти дырки были просверлены, ну вот как такие, сливы в ванной, то есть это был такой бассейн для омовения. Интересно, что эта мечеть в свое время, в свою очередь, была построена на месте христианской церкви. Такая удивительная смена традиций, египетский саркофаг последнего царя египтянина, что после этого пришли персы, а после этого Александр Македонский и Птолемей, потом уже не египтом, не правили больше египтяне, правили греческие цари 300 лет. Саркофаг последнего царя египтянина становится бассейном для омовения в мусульманской мечети, которая построена на месте христианской церкви святого Афанасия, кстати. Вот такая вот история с этим саркофагом удивительным. Тут есть еще замыслей кого-чего. Не знаю, мне сложно это оценивать. И тут еще совершенно потрясающий саркофаг. Сейчас попробуем приблизить, если получится. Это саркофаг Великой Жрицы. Это саркофаг 26-й династии, последней династии, при которой был последний расцвет культуры, собственно, египетская между двумя персидскими завоеваниями, между первым и вторым персидским завоеванием. И вот это 26-я, то есть, простите, это не между двумя, это перед первым персидским завоеванием. Вот это вот, собственно, 26-я династия, они выгнали нубийских фараонов, которые правили египтом, нубийцев. И вот этот последний расцвет почти сто лет египетской культуры связан с очень красивым тоже искусством, с очень таким утонченным, который копирует еще и каноны древнего царства. Это саркофаг дочери царя Псамитиха, представителя этой династии, так куда-то я с нее соскочила, туда надо быстро проскакивать. Вот здесь очень интересно, очень редкое изображение, она изображена с царскими регалиями, она изображена с вот этим крюком хека и с вот этой вот цепом для отмолотки зерна Нехаха, которые являются царскими регалиями. При этом она была супругой Бога, она носила титул супругой Бога, то есть она была верховной жрицей храма Омона в Карнаке. Это, наверное, высший титул женщины, которого она вообще может добиться при жизни, не будучи царицей, она была царевной, потому что это был высочайший авторитет религиозного характера. Ну вот очень такой красивый саркофаг, на котором тут и фрагменты книги мертвых, и фрагменты текстов пирамид, то есть такой очень интересный на самом деле саркофаг у нее. Конечно, они были жрицами издавна, только вопрос в том, какие жрицы? Были жрицы такие попроще, певицы, например, и танцовщицы, которые сопровождали службу, играя на музыкальных инструментах и танцуя. А с начала 18-й династии царица Яхмас Нефертари, жена Яхмаса освободителя, который освободил Египет от гексосов, она вводит новый такой институт жриц, великих жриц супруг Бога. Вначале ими были в основном жены царей, а потом в поздний период уже становились например дочери царей и не только. Это были такие высшие авторитеты в религии, в том числе даже они могли в каком-то смысле влиять на культуру и политику в государстве. Она таким образом хотела отдать женщинам большую роль в политической жизни, потому что она была очень активная женщина. Вообще 17 династия это династия сильных женщин очень важная эта составляющая. Но вот собственно эти супруги Бога это высшая вообще жреческий сан в Египте. Они были наравне на службах они фигурируют рядом с фараоном. То есть фараоном как главный жрец входит святая святых вот рядом с ним была вот эта супруга Бога. Ну вот мы собственно дошли почти до конца уже этого зала замечательного. Тут две такие прекрасные колонны из Пер Рамсеса в виде с капителями в виде пальмовых листьев. Посмотрите какие красивые. Они потом впоследствии были узурфированы династией губастидов. Да-да-да сейчас до скоробей дойдем до скоробей дойдем Этот скоробей таких есть несколько в Египте потому что это достаточно распространенный символ солнечного Бога это образ восходящего солнца совершенно не случайно в таком образе представлялось восходящее солнце потому что скоробей это собственно жук навозник на самом деле и знаете они такие катают шарики из навоза и оттуда появляются их жучки там их личинки и вот собственно вот это появление шарика и катание шарика наводило на мысль египтян такую что вот именно таким знаком знаком скоробея пишется египетский глагол хепер что означает возникать проявляться появляться и соответственно солнце когда оно появляется над горизонтом восходящее солнце оно называлось хепри носило имя хепри это бог восходящего солнца который обычно изображался с головой в виде скоробея поэтому это такой солнечный символ который к тому же изображает восходящее молодое солнце очень хороший символ обычно он ставился в храмах в солнечных таких дворах либо в каком-то таком помещении храма куда попадают солнечные лучи на него обязательно должны попадать солнечные лучи но это поздний скоробей очень известный скоробей находится в карнакском храме он как раз времен того самого Аминхотепа третьего которого мы тут все время видим но от его периода от его времени очень много осталось а это тоже аптолемейского периода скоробей но в принципе тоже очень интересный красивый красивый если не ошибаюсь это кварцит может быть красный гранит не могу сказать сейчас точно но сложный тоже до обработки камень такой вполне себе царский так же как и эти прекрасные красные колонны кварцитовые да не это пальма обычно египетские колонны у них капители всегда растительные то есть они либо это стилизованные метелки папируса распустившиеся либо не распустившиеся есть капители вообще в виде бутона закрытого метелки папируса либо они изображают лотос тоже распустившиеся бутоны и есть еще либо вот пальмовые листья уже тоже такой вариант есть еще вариант хатхарических капителей когда на вершине колонны в качестве капителей изображено лицо богини хатхор который мы видели в таком парике с буклями вот как мы видели на носу ладей муты вот такие варианты то есть обычно это растительные орнаменты я объясню даже почему потому что колонны они всегда осмыслялись в Египте они во-первых обычно не внешне а внутренне если вы обратите внимание на египетский храм это в Греции колонны обрамляют храм а в Египте они заполняют внутренние либо внутренние дворы перестильные такие дворы либо внутренний зал гипостильный зал который весь полностью колоннами заставлен там именно заставлен колонны как лес нам это напоминает лес но им это напоминало заросли тростника первозданные заросли в которых возникло солнце потому что солнце оно возникает из вод по одной из версий в бутоне лотоса младенец солнечный, он возникает в первозданных зарослях, в болотах Ахбит. И любой гипостильный зал, это вот эти предвечные болота. Когда вы через него проходите, вы проходите через этап вот Септепи, этого момента творения мира. Творение, да, вот творение мира. Вы как бы попадаете в момент творения мира. То есть до них это были заросли тростника, потому что они не лесной народ, они вообще леса никогда не видели, они не знали, что это такое. Поэтому вот это вот, да, пальмы, да, но пальмы лесом не растут, сами понимаете, и леса составить не могут. А это не папирус, да, это не папирус, видите, тут видно, что это листья пальмы. Да, ну тут папирусных колонн нет, они обычно огромные, музей попробую еще вписать. Да, а потом греки заимствовали эту форму колонн и создали вот такие колонны дорического типа, видите, это же как цитирование египетских, конечно же, реалий. Ну что ж, друзья, мы почти уже до конца мы зала дошли, тут начинается уже персидский и птолемеевский период, заканчивается вот такими сфинксами, которые абсолютно уже не египетские, уже греческие. Что тут вам еще я покажу интересного? Ну вот, наверное, вам покажу, когда, да, встречаются разные культуры, происходит уже размывание египетского стиля. Это крышка саркофага времен персидского завоевания Египта, то есть уже поздний период, и здесь видно, голова хотя отбита, но здесь очень видно, что как бы все по-египетски, одежды-то не египетские, одежды персидские. То есть, скорее всего, это был саркофаг персидского наместника, но очень вот интересно, что он все-таки вожжевал быть похороненным по египетскому обряду, к сожалению, не сохранилось ни имя, ни изображение, но вот тут уже видно, как встречаются разные эпохи, одна уходящая, другая приходящая, что персид – это молодая, наглая, очень активная империя, а Египет – это очень древняя культура, которая постепенно, постепенно умирает. Здесь я готова услышать ваши вопросы, если какие-то есть вопросы, и перед тем, как у нас начнется перерыв. А правильно я понимаю, что у древних греков сходятся перерывы, а там нет? Нет, я бы сказала, что у египтян все мы последователи. То есть египетская культура, как первая городская культура, наряду с шумерской, она повлияла на все прочие цивилизации, в том числе она очень сильно повлияла на Европу, на греков повлияла. И на христианцев уже не в первую очередь. Вначале они очень сильно повлияли, скорее всего, на критскую культуру, потом на греков, потому что греки понабрались всего, у египтян, и не буду скрывать, еще в Месопотамии там тоже. И все, что есть в греческой культуре, это очень сильно, очень творчески переосмысленное наследие первых цивилизаций шумеров и египтян. Поэтому как бы их наследниками является вся Европа, но не прямыми, потому что у римлян очень видно греческое наследие. Они же почти не создают чего-то, что сильно бы шло вразрез с греческим этим чудом. Они его воспринимают как идеал. Египтяне были очень сильно переосмыслены греками, но все-таки они являлись исходной точкой Европы вместе с Вавилоном и Месопотамией. А персы тоже понабрались всего. Посмотрите на их искусство. Оно очень месопотамское, оно очень вавилонское. Вот если вы увидите перский, персицкий рельеф, это вавилонский рельеф, только крылья вот так закручены. Ну вот просто они тоже оттуда все брали. Это очень молодая культура. Но, кстати, они вели себя, в отличие от всех других завоевателей Египта, как абсолютные варвары. То есть, когда гексосы завоевали Египет, они приняли там царство и правили две династии. Хотя их ненавидели как захватчиков, но они не разрушали египетскую культуру. А почему они не нарушили? Да, наверное, же и нарушили, но нам это неразличимо уже. Когда пришел Александр Македонский, которого восприняли как освободителя от персов, он тоже венчался, как египетский фараон на царстве, ну, интронизировался, это правильно называется, и правил, и восстанавливал культы египетских богов, и жертвовал на храмы, и много строил, как все потом Птолемеи, кстати, ну, или многие Птолемеи, скажем так, что Птолемеи очень неоднозначная, конечно, династия. А вот персы вели себя жутко, они оскверняли гробницы, они разбивали изображения египетских богов и царей, они оскверняли храмы, ну, то есть они творили ужас, и поэтому их, пусть даже недолго, особенно второе персидское завоевание, которое длилось всего 10 лет, вот с 343 года, оно было очень, ну, египтяне очень тяжело переживали, потому что персы очень глумились над традиционной египетской культурой, поэтому, когда пришел Александр Македонский, ему пришлось сражаться с персами, но не пришлось сражаться с Египтом, они его ждали, они воспринимали его как спасителя и дали ему прозвище Соттер, спаситель, вот, и восприняли его как избавителя от персов, даже придумали легенду, что он сын последнего фараона Никтонеба, что Никтонебу предсказали боги, что твоя династия падет, но чтобы ты, значит, твоя династия потом снова восстала, у тебя будет сын, который придет и отвоюет твое царство у захватчиков, поэтому Никтонеб якобы поехал в Македонию, собратил там, значит, прекрасную мать Александра Македонского, и Александр Македонский был зачатым, потому что боги ему указали, каким образом не прервать его династию, и египтяне верили в эту легенду, и, кстати, интересно, что Александр Македонский поддерживал эту легенду, что да, да, я сын царя Никтонеба, еще неизвестно даже, кто эту легенду там больше всех запускал. Никтонеб был в единый канал. Так, так, был, дуже складно, он был влаштованный, але він был... Ну, да, можно сказать, почему не слово, а женщина, руна? Ну, как же, не слово, а женщина. Во-первых, тут нет царяню памятников, которые бы были посвящены, но вот муты мую видели, ноги ее, она мать, она мать царя, жена царя, мать царя и жена царя, это очень много на самом деле. К сожалению, здесь нет памятников, посвященных правлению Хаджипсут, есть прекрасное лицо ее отца, Тутмаса I, совершенно потрясающее, на которого она очень похожа, можно даже сходить его посмотреть, раз вы так любите женское присутствие. Ну, правда, да, мне жаль, что тут нет ничего, что связанного с Хаджипсут, с прекрасными... Нет, это не проблема выставки. Если бы у них были памятники, связанные с Хаджипсут, они бы стояли в первом ряду. Вы что? У них просто нет такого уровня памятника. Вот, вот. Нельзя шутить, правильно, нельзя шутить. С одной шутить нельзя. Смотрите, вот, вот, вот. Вот, это очень-очень такое узнаваемая тутмасситская голова, это тутмасс первый отец той самой Хаджипсут. Вот, он был великим завоевателем, который начал делать Египет империи. Вот. А потом его внук Тутмасс III это все довершил уже, его даже звали Наполеоном Древнего мира, но Тутмасса III, которого тоже я очень люблю, его потрясающая статуя в Луксорском музее находится, а вот тут нет, к сожалению, каких-то таких красивых изображений, зато есть Тутмасс I очень похож на свою дочь Хаджипсут, настолько похож, что когда я первый раз его увидела, я даже подумала, что это, возможно, ее ассирический пилястр, но потом подошла, увидела, что нет. Вот, есть какие-то еще вопросы? Ну, скажем так, вот в Новое Царство уже небольшие, а вот в Древнее Царство это особенная фишка, у нее действительно очень большие, прям такие оттопыренные уши, вот вы могли обратить внимание на синусерта. Действительно, мы не совсем точно знаем, почему это так. Есть версия, что было важно показать, что царь слышит всех своих подданных, даже из иного мира, потому что мы видим сохранившуюся эту традицию и на женских портретах, у их женщин тоже такие огромные уши, и мы видим эту традицию даже вот в начале еще 18-й династии, мы тут видели бюст, вот, Яхмес Нифертари, у нее тоже еще по манеру Древнего Царства огромные уши, видите, потом они перестали так делать, уже в угоду красоте стали действовать. Египтяне, египтянки были очень изящными, у них не зря была слава самых красивых женщин в мире, и не зря Вавилонский царь так клянчил хоть какую-нибудь египетскую женщину, уже если не царевну, то хоть какую-нибудь и никакую не дали. Отдали вегетую. И такой вопрос. Если как-то чиновница на расстреление еротик, то она для меня в какой-то смысле напоминает по графике арабскую вязь. Есть какая-то Абсолютно нет никакой. Я вам даже скажу, что она не напоминает. Арабскую вязь может напоминать и еротика. Это скоропись, скоропись, которая возникла еще в эпоху древнего царства, но она по сути относится к иероглифам примерно так, как вот почерк врача на рецепте относится к печатным буквам. Это может быть очень такая натяжка, но так. Вот она или демотика. Вот демотика, она похожа на арабскую вязь, но они не имеют никакого отношения друг к другу, не имеют связи. И там совершенно другой принцип вообще письма, потому что арабский язык, он уже все-таки алфавитный, а здесь мы имеем еще там и диаграммы разного рода, и там слоговые знаки, и там целое сочетание еще и детерминативы. Вот я хотела показать на розетском камере, но, к сожалению, тут не очень хорошо видно, тут, конечно, прочитать ничего нельзя. Ну, вот, собственно, вот это немножко похоже на арабскую вязь, но это демотика. Еще больше, мне кажется, похожа иератика, но иератика, поскольку это скоропись, то она тоже имеет разные такие почерки, скажем так, изводы. Есть вообще почти нечитаемые такие, но очень красивые с вентилями. В разные эпохи, скорее, не то, что индивидуализм, а там просто по эпохам. Поздняя иератика, она уже не такая, например, как иератика Среднего Царства, которая более-менее еще четкая, читали. Платок. Да, дело в том, что у египетского царя, вот такой я показывала, у египетского царя очень много возможностей, чего надеть на голову, очень много разных, скажем так, головных уборов, среди них еще очень много корон, у него не одна корона. Самая распространенная вот эта двойная корона Пшент, красно-белая корона по схемте, которая является вот такой самой символической, как корона двух земель. А одно из тоже очень распространенных изображений фараона, это изображение его в головном платке Немеси. Сзади он завязывался в такой пучок, я не знаю, как тут, не отбит ли тут, не отбит ли тут пучок, сейчас покажу, посмотрим со спины, что тут у нас. Это платок, который у царя, кстати, такие платки, клафты, носили и простые люди, но они не были завязаны в пучок, и они не были никогда полосатыми. Вот этот синий-золотой, а, тут все разбито полностью, вот этот синий-золотой платок, он как раз был признаком царя, интересно, что такой синий-золотой Немес мы видим иногда на саркофагах, на зоопокойных масках простых людей, это знак того, что любой умерший идет царским путем, путем царя Осириса, царя загрудного мира, поэтому он получает некоторые царские черты, некоторые черты царя. И вот, например, он в Немесе мог быть изображен в зоопокойном своем, уже обличе, прижизненном, никогда. И есть еще целый ряд очень красивых, вот, кстати, война и корона, отлично, вот война и корона, здесь видно даже красный, она даже осталась, остался пигмент, здесь видно, что красная корона и белая, белая корона, встроенные друг в друга. Было еще огромное количество царских корон, некоторые очень красивые и сложные, ни одна из них, к сожалению, до нас не дошла, дошли только венцы с уреем, вот этой вот, вот этой вот коброй, старшей на дыбе, а из чего были сделаны короны другие, мы даже не знаем, но там есть очень сложные короны с рогами витыми, с тремя вот такими вот, как бы, коронами из тростника, с перьями, очень сложные, мы их знаем по огромному количеству изображений, прежде всего, по рельефам в храмах, когда вы увидите рельефы в храмах, там царь изображен в очень разных коронах, в зависимости от того, к какому богу он подходит, и вообще, в зависимости, даже есть отдельная корона, у него боевая, синяя корона Хеприш, которая такая была, как шлем с аэродинамическими свойствами, очень красивая тоже, в ней часто Рамзе второй изображен, кстати, но тут ее нет, я вот не встретила нигде в изображении. Да, если вопросов нет, может, в онлайне есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, можно вопрос на вопрос. А как бы у египтян было с музыкой? Они ее как-то фиксировали? Очень хорошо было с музыкой, у нас есть огромное количество изображений, и даже дошедших до нас музыкальных инструментов, таких как систры, разного рода арфы, но, к сожалению, поскольку они не изобрели нотные какой-то фиксации музыки, мы не знаем, как она звучала, и, к сожалению, по реконструкции инструмента можно представить их тон, совершенно нельзя представить лад, нельзя представить там ритм, мы не знаем ничего о египетской музыке, хотя мы знаем, что у них был бог музыки, что музыка и танцы, и пение были важной составляющей службы в храме, обязательно, вот эти жрицы, певицы, танцовщицы, играющие на музыкальных инструментах, поющие и танцующие на службах, это обязательная составляющая, но, к сожалению, как выглядела их музыка, мы представить не можем, даже примерно, обычно, когда там в египетских фильмах ее пытаются как-то там изобразить, берут арабскую, и там, чтобы на арфе, ну, мы знаем, что были сестры такие, трещотки из бронзы или каких-нибудь других материалов, причем это инструмент хатхор, это священный инструмент, были арфы, у нас есть тексты песен арфистов, очень красивые, очень лиричные, очень поэтичные, музыки нет, нет фиксации никакой, увы, они, наверное, как-то даже, ну, мы видим, что там есть какие-то жесты, например, у жрецов, которыми они, видимо, показывают какую-то высоту тона, но на этом все, мы ничего не знаем по изучению музыки, увы. Она была, но она полностью утрачена. Спасибо. Хотя очень музыкальная культура была очень. И все их тексты, даже их литература, даже их сказки, они, видимо, по сути, должны были читаться на распев. Это видно очень из текста и, наверное, даже под аккомпанемент, возможно, каких-то музыкальных инструментов. Культура очень музыкальная, но вся музыка полностью, полностью не сохранилась. Никаких способов понять, какая она была, нет пока. Хотя инструменты известны. Перерыв? Перерыв? Действительно. Спасибо. 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 Спасибо.